Суббота. Шаббат. Шаббес. Что это за день? Зачем Всевышний дал ему еврейскому народу? Что нам нужно делать в этот день? Ездить на море? Что такое отдыхать? Говорят наши мудрецы, что каждому дню недели Всевышний дал пару. В воскресенье получил понедельник, вторник – среда, четверг – пятница, а Шаббат не знал, кто его пара, и Всевышний сказал – твоя пара, еврейский народ. В субботу наша задача – это посвятить этот день близости с Творцом. В субботу написано «Шаббес айом нашим» – суббота – день для Всевышнего. И это означает, что мы должны посвятить этот день Всевышнему. Что такое посвятить Всевышнему? Это означает делать то, что приближает к нему. Изучать Тору, восстарять мир в семье, наслаждаться близостью к нему, наслаждаться Шаббатом. Вообще, Шаббат – он источник благословения. Как это происходит? Как я это понимаю? В Шаббат все дела для нас должны быть сделаны. Мы входим в Шаббат с ощущением, что все уже хорошо. Все, что нужно, сделано. Ничего плохого нет, есть только хорошее. Мы в идеальном мире. И Всевышний дает нам самое лучшее. И когда, и чем больше мы приближаемся, ощущаем это изобилие Творца, тем больше это ощущение с нами в течение остальных шести дней недели. И это ощущение притягивает к нам изобилие. И написано также, что Шаббат – это время для того, чтобы делать Шуву. Шува и Шаббат – это практически те же самые буквы. Шува – это раскаяние, возвращение к Всевышному, возвращение к истинному самому себе. И, конечно же, самое лучшее время для Шувы – это Шаббат. В Шаббат Всевышний закончился творение мира. Но не все знают, что Всевышний продолжил творить духовные миры. И точно так же мы должны творить духовные миры. Каким образом? Путем изучения торы, добрых дел, которые разрешены в Шаббат. И путем лучшего понимания самого себя и того, как мы можем еще дальше приближаться к Всевышнему и улучшать этот мир по воле Творца. Я желаю вам, чтобы в вас Шаббат был по-настоящему наполнен духовностью, радостью, духовным и материальным изобилием. Будьте счастливы! Шаббат! Шалом!